Мой родной город Барнаул расположен так, что в радиусе всего каких-нибудь 300 километров от него можно встретить и тайгу, и озерные районы, и реликтовый ленточный сосновый бор, как раз около моей дачи он находится, и горные массивы Алтая, и степи, и солончаки по пустыне. Еще есть несколько уникальных соленых озер, лечебные грязи, которых привлекают приезжих со всей России и из-за рубежа. Самое популярное место это большое озеро Яровое. Мне неизвестны такие озера, как Соленое, это в Зарьялово, и Гусилетово, в Романово. Есть еще много различных мелких озер. Народу там собирается поменьше, и вот однажды мы большой компанией друзей на трех машинах решили посетить озеро Гусилетово. Как обычно, в специально отведенном месте мы разбили палаточный лагерь и начали дружно погружаться в соленые воды озера и в еще более соленую грязь. Грязь оказалась выше всяческих похвал, очень грязная. Хорошо, что неподалеку расположилось другое обычное озерко, где можно просто искупнуться и ее смыть. Как это часто бывает, в нашей компании оказались две собаки, моих друзей. Это великолепная красавица, ротвейлер Рикки и зверюга неопределенной породы, величиной с две ладошки по прозванию Рокси. Рикки показала себя очень спокойной, культурной и воспитанной собакой, а вот Рокси, такой энергичной и безбашенной собачонки, мне видеть еще не доводилось. С утра до вечера Рокси носилась вдоль берега озера, то прыгала в соленую воду, то застревала в грязи, да так, что ее и не нашли бы вовсе, если бы она так громко, заливисто и беспрерывно не лаяла. А лаять Рокси, несмотря на маленький размер, умела так пронзительно, что у всех звон в ушах стоял, но в конце концов она умудрилась нахлебаться в соленой воды, после чего ее долго откачивали, к счастью, все обошлось и к радости всех присутствующих собачка охрипла, и на просторах озера наступила относительная тишина. Увы, как вскоре выяснилось, ненадолго. К отдыхающим из расположенной неподалеку деревушки на телеге, запряженной лошадью, приехал местный дедок, который предлагал всем желающим свежие огурцы, помидорки, зеленый лучок, картошку и другие овощи. Мы тоже подошли и выбрали себе кое-какие продукты, но тут, очень не кстати, наша Рокси проснулась и подбежала посмотреть, что там без нее происходит, и неожиданно она с разгона едва не налетела на лошадь. Хотя, безусловно, Рокси видела такое животное впервые, но почему-то она сразу приняла лошадь за нашего врага и отважно бросилась всех защищать. Понятное дело, Рокси была не глупа и близко подходить к лошади не стала. Остановилась на достаточном расстоянии и принялась самозабвенно ее обгавкивать. И, к несчастью, к собачонке вернулся голос. И еще как вернулся. У всех просто уши заложило от пронзительных звуков, куда там визжащей циркулярной пиле, до такого уровня громкости. Как ее не успокаивали, ничего не получалось. Даже Ротвейлер Викки подошла и пробовала ее угомонить, но та ни в какую. Рокси продолжала метаться около лошади и издавать непрерывный неистовый лай. Все окружающие уже начали подумывать о спасении бегством. Одна только лошадь не проявляла никакого беспокойства. И то потому, что по виду она была очень старая и, наверное, глухая. Наконец, положение спас Игорь, хозяин Рокси. Он изловчился, как-то поймал свою любимицу и схватил на руки и зажал ей пасть. Это, конечно, не решило проблему, но громкость истошных звуков значительно уменьшилась. Игорь подошел к детку и самым непринужденным видом извлек. «Послушайте, я очень извиняюсь, но вы не могли бы отъехать от нас подальше, а то я долго свою собаку не удержу. Видите, какая она злобная? Боюсь, что она просто разорвет вашу лошадь на клочки». Это прозвучало так неожиданно и почему-то настолько смешно, что всеобщий громкий хохот заглушил даже вырвавшуюся Рокси. Смеялись все – и отдыхающие, и дед, и Ротвейлер Вики, и даже лошадь, по-моему, хумыльнулась. Все, кроме Рокси. Но дедок все понял, уселся в телегу и, не торопясь, поехал в другое место. Ну а Рокси, прогнав лошадь и защитив всех нас от верной гибели, долго еще ходила с гордым и решительным видом вокруг нашего лагеря в Дозоре, к счастью, молча. Но все мы, само собой, чувствовали себя под надежной защитой. Продолжение следует...